Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Вот только что был мой фильм. Так был, когда был доклад о культе Сталина, дневник писателя Всеволода Иванова. Именно Иванова, а не Иванова. Он так сам себе ставил ударение. Как не Михалков, а Михалков. Они сами себе так ставят ударение. Ну вот, дело в том, что выяснилось совершенно случайно, можно сказать, что это сенсация, наверное, что культ личности, народу, населению. Доклад был озвучен не в 1956 году, а в 1960 году, 12 апреля. Он был напечатан в газете, насколько я понимаю, или вообще распечатан об этом. В своем дневнике пишут все Иванов. И в этом фильме я показываю, каким образом я нашла это в его книге, в его дневниках, которые я его только-только купила. Вот этот рассказ. И там он записал рассказ железнодорожника, то есть он ехал в транспорте, в электричке, записал рассказ, который ему очень нравился, и по этой теме. Ну, не то, что нравился, а который был очень важен. И этот рассказ не напечатан до сих пор, он не опубликован. И удивление было в том, что Всеволод Иванов, поскольку он жил в Переделкино, он общался со многими людьми, которые были вхожи во власть, что называется, ну, там и Кончаловские, и Михалковы, и кого там только не было, что так или иначе они бы про это прознали. В любом случае им бы кто-то об этом сказал. Но получается, что до 1960 года они тоже не знали об этом докладе. И тогда это все вырисовывается совершенно иначе, по-другому. Значит, нам всем наврали еще и в этом. Может быть, доклад и был на 20 съезде, в 1956 какой-то там секретный доклад. А может быть, он не был на съезде, может быть, он не был, а был только в кучке каких-то избранных. Может быть, и так. И о нем никто не знал. Никто ни из начальства, ни из органов, никто не знал. И его представили только позже народу, когда уже, скажем так, они подготовили базу. Мы не знаем, что было за это время. Вот после смерти Сталина, то, что они его убили. Есть такая версия, и она очень обоснованная. Она логически была озвучена Чигирином, в том числе историком. Далее. Смотрите, почему подходит дата 1960 год. Потому что вынос тела Сталина тоже в 1960 году. Сначала в апреле это развенчание культа личности 60-го года. А далее 31 октября под Хэллоуин, ночь под Хэллоуин, они тайно выводят это тело из мавзолея. Сначала опускают его вниз в лабораторию, срезают там все золотые пуговицы, кстати, куда это все делается, большой вопрос. Якобы они там где-то хранились. Вот неизвестно совершенно. И вообще неизвестно, что они делали с телом. И вообще неизвестно, есть ли тело Сталина в могиле, или полностью оно. Может быть, там головы нет. Если это какой-то был масонский или сатанинский обряд, на что это очень похоже ночью под Хэллоуин, то там все что угодно может быть с телом. Поэтому это еще большой вопрос, и предстоит узнать дальше в будущем, что там на самом деле они делали, колдовали над телом Сталина. Какой ритуал они над ним проводили. И далее насчет Хрущева. Вот смотрите, опять-таки, какой у нас стереотип по поводу Хрущева. Хрущев нам везде представляется как просто дурачок, как неумный человек. Ну, просто дурачок такой. Его таким образом из телевизора представляют и до сих пор. И посмотрите, так называемая наша улитка, элитка, даже так называемая патриотическая, оно не может быть, конечно, в корпорации, в торговой, никаких патриотов. Все это псевдо-патриоты или патриоты только для себя. Им народ нужен. Они про народ вспоминают, когда надо прикрыть, извините, свои задницы. Вот тогда они патриоты. И они никто не кивают в сторону Хрущева. Заметили? Это тишина. То есть его никто не трогает. Ну, кроме Спицына. Вот Пыжиков занимался. Но Пыжиков тоже всю тему не раскрыл. И ему не дали. Он бы докопался. Наверняка бы докопался до каких-то таких подозрительных странных нюансов, инсинуаций, связанных с Хрущевым. Но ему не дали. Спицын там пишет про Хрущеву. Но опять-таки вот эта тема о том, что в 60-й год никто ни разу не озвучил. Это озвучивается впервые мною. Никто не ссылался на дневник Всеволода Иванова. На этот 1960-й год. Никто никаким образом это не объяснял никогда. То есть 1956-й. А это что значит? Это значит, вот он народ уже такой сразу готов. Вот только Сталин умер. И все с радостью побежали его поливать грязью. Как бы так получается. Потому и вопрос-то задавал. Мы все недоумевали. Как это можно было сразу? Через три года после смерти Сталина еще все фронтовики, еще вот-вот оно все живо, все это. Как можно было вот так вот его предать всем, буквально всем? Почему все промолчали? А оказывается, тут совсем все по-другому может быть. Оказывается, может быть, они пока никому особо ничего не говорили. Но сюда вошли, скажем так, особенно в 1957 году, я уже говорила, фестиваль молодежи и студентов, сюда вошли очень много иностранных агентов, разведчиков, шпионов, диверсантов Запада, капиталистического Запада. Для этого и был сделан этот фестиваль. Хрущев начал постоянно ездить за границу. В Женеве он был. С Никсоном он подружился. С Никсоном это вообще кураторы, я так понимаю, после смерти Сталина, они здесь сюда присели очень плотно. И вели уже не только Хрущева, но потом и Брежнева. Ну а дальше там Андропов, это уже вообще их ставленник, их человек. Так вот, мое мнение, что Хрущев тоже их человек. Но здесь была большая команда за ним, как якобы за дурачком, за этой ролью дурачка. И что еще интересно, прям вот по свежим следам. Я хочу прочитать, во-первых, комментарии. И, кстати, благодарю вас всех за очень хорошие и правильные умные комментарии. Как-то вы все вот так тоже понимаете. Вот им нужно было время для того, чтобы переформатировать элиту, ту элиту, убрать фронтовиков, сталинистов или сталинцев. Убрать их из руководящих постов, по всей видимости, они этим занимались. Ведь он, допустим, сделал свой госпереворот, и он же убирает Жукова. А Жуков – это армия. Вот Жуков зачем предал Сталина? Предал Сталина и сам поплатился же. Значит, мозгов не хватило у Жукова стратегических. Зачем он это поддерживал? Так у него вот кипело, так он ненавидел за то, что ему не дали воровать, сколько он хотел. Вот это ему на фото. Отобрали у него это все? Вот за это у него бесило его? Почему он поддержал этого Хрущева? Зачем? И, пожалуйста, будьте любезны. То есть поплатитесь. Нашел, кого поддерживать Жуков. И вот когда они были готовы уже к тому, что основная масса на местах уже снята под любым предлогом, мы же не знаем, как проходили перестановки в это время. Мы не можем это отследить и проверить. Но вот по таким бросам мы понимаем, что вот им понадобилось время, чтобы убрать сталинцев от власти. Кого-то просто на пенсию в лучшем случае, а кого-то физически устранить, а кого-то просто убрать с работы. Скомпрометировать, как угодно. Но сюда уже пришли профессионалы. Хрущев сюда запустил профессиональных диверсантов, шпионов, разведчиков. Но не он один, это целая команда. Значит, когда про Сталина говорят, что он тиран, он такой параноик, все ему там заговоры мерещились. И хочется сказать, йокарный бабай. А заговоров не было, что ли? Что ли это не заговор? А если его убили, это как, не заговор? То есть, значит, у Сталина не было паранои, а у него было вполне четкое понимание того, что есть вот здесь, что окружает. И что этих настоящих врагов-то до конца не выявили, а только-только приступили к нам. И я так понимаю, что это в целом сионистское гнездо было здесь. И Хрущев именно ставленник глобалистов, а не американской элиты. Потому что он провозглашал типа коммунизм, и в какой-то части он там не давал строить капитализм. Вот где-то какие-то моменты это есть. Это, скорее всего, все-таки троцкистская тема революции любой ценой во всем мире, только не для народа, но под лозунгами для народа, а на самом деле для этих глобалистов. То вот к чему сегодня они приходят или практически захватили мир, практически к этому пришли. Они уже оцифровкой полностью занимаются, они уже не обращают ни на кого внимания, потому что они уверены в том, что они уже победили. И это есть. Им остается только захлопывать. Они как бы дают населением, народам еще побегать по лужку, что называется, пощипать травку. Но уже ножи заточены, уже все приготовлено, уже котлы кипят. Вот такая картинка рисуется, как они это понимают, как они это видят. И вот на тот момент Хрущев, это был их шанс еще раз повернуть в эту сторону. И в принципе им удалось. Вот после такой победы, народу-победителю, после такой модернизации, такого рывка, им удалось повернуть с помощью этого Хрущева, все время задать вопрос, как Сталин проглядел Хрущева, кто его двигал, кто за ним стоял. Вот это вопрос вопросов. Вот надо обязательно всем мирам, что называется, всем народам, потому что историкам мы особо доверять не можем, потому что они на конъюнктуре, они на зарплате. И сегодня ждать какой-то честности от историков не приходится. Это может сделать только сам народ. И выяснить, кто стоял за Хрущевым. А за Хрущевым стояли очень умные люди, которые ему готовили все эти доклады, это не он сам готовил. То, что он мозгами не блистал, это очевидно, мы сейчас послушаем его речь. Мне прислали, кстати, его речь, 4 минуты всего, как раз связанная с докладом по культу личности. И мы его проанализируем. Итак, вот этот доклад, вернее, запись голоса Хрущева. Но поскольку это Ютуб, Ютуб, и здесь авторское право, я включу голос, но картинку я сделаю другую. Здесь вот есть свои картинки, мне нельзя ставить эти картинки, но голос, насколько я понимаю, он не считается никаким авторским правом. Он принадлежит всем, эта запись. И давайте послушаем. Товарищи, восстановление и дальнейшее развитие ленинских норм партийной жизни и принципом руководства важнейшая сторона деятельности нашей партии за отчетный период. 20-й съезд осудил чуждый дух марксизма-ленинизма, культ личности, открыл широкий простор творческим силам партии и народа, способствовал расширению и упрощению связей партии с массами и повышению ее боеспособности. Вот смотрите, похоже чем-то на голос Ельцина. На верхних нотах у него срывы идут, голос. Это я просто как певица, как вокалистка, я это слышу. И как психолог я могу сказать, что это голос истерика. То есть это истеричная личность. Вот это слышно в голосе. Далее, ну, я вам дам ссылку. Все, мы слушать не будем. Я вам дам ссылку и послушайте сами мое мнение. Он читает доклад с чужого плеча, он его сам не писал. Здесь нет вот особо, здесь всего 4 минуты, не так много. Но это, естественно, все против Сталина идет, и ему нужно сделать разворот. Ему там кто-то рукоплещет, но опять-таки, где писалась эта запись? Писалась она где-то в зале, и там действительно сидели люди. Либо эта запись была сделана в студии, и рукоплескания, аплодисменты, так сказать, наложены позже при сведении этой записи неизвестно. Но это голос Хрущева, да, он узнаваемый, этот голос Хрущева. Еще где-то есть у него. Вот давайте здесь послушаем. Злоупотребление властью, факты произвола и репрессии против многих честных людей, в том числе против видных деятелей партии и советского государства. Центральный комитет, глубоко осознавая ответственность перед партией и народом, не мог встать на путь сокрытия или замазывания ошибок и извращений, имевшихся место в прошлом. Вот ошибок и извращений. Делает паузу имевшихся места в прошлом. Он не знает текста. Он читает, ну как бы сам читает этот текст, видит его либо впервые, либо второй раз. Он делает паузы не там, где надо. Это не его текст, он ему подготовлен. Ну и чтобы не утяжелять это видео, потому что, говорю, еще раз ссылку я дам, и вы сами все послушайте. Там еще есть закорючки, видно, что это не его текст. Он читает по чужой бумажке. Задача СМИ очернить Сталина. То есть это пропаганда, пси-технология в действии. По поводу того, кто мог за ним стоять. Что я обнаружила? За ним однозначно стоит Микоян и Каганович на этом этапе. Микоян вообще такая же темная лошадка, несмотря на то, что один из его сынов, летчик, геройский погиб на фронте у Микояна. И это не отменяет того, что Микоян был в числе предателей Сталина, и что он был в заговорщиках, чтобы сместить Сталина, либо его убить, либо его устранить. Я думаю, что через Микояна как раз действовала агентурная сеть иностранная, потому что он сам, как министр торговли, он постоянно бывал за рубежом. И установить эти связи, завербовать его, я думаю, не составило особого труда. Тем более его называют хитрым, как говорят, от Ильича до Ильича, без инфаркта и пролича. Конечно, это не случайно. Конечно, он человек западной элиты, либо глобалистов. Но я так предполагаю, что именно глобалистов эта компания. Теперь еще один момент. Нам рассказывают официально признана та информация, которая есть в общем доступе. И вы можете также легко это все проверить. Это есть, кстати, в работах у Пыжикова, который изучал Хрущева и книги написал. И видео есть Пыжиковым, где он ссылается на вот эту историю. То есть есть общеизвестная, как бы общеизвестная история. 30 октября 1961 года, для того, чтобы вынести Сталина из Мавзолея, пригласили соратницу Ленина. Ну, неизвестно, до какой степени она там была соратница, где она там была. Инициатива старая подпольщица, член партии с 1902 года, Дора Абрамовна Лазуркина. То есть мы понимаем, что у нас здесь вся низкая тема идет. Вот еврейка Дора Абрамовна Лазуркина. Всех тех, которые антисемиты, просьба не напрягаться. Большевичка, прошедшая через ГУЛАГ, сказала, «Вчера я советовалась с Ильичом, будто бы он передо мной как живой стоял, и сказал, мне неприятно быть рядом со Сталином, который столько бед принес партия». И вот это все под бурный аплодисмент и съезд утвердил постановление, в котором говорилось признать нецелесообразным дальнейшее сохранение мавзолея, саркофага с гробом Сталина. Так как серьезные нарушения Сталином ленинских заветов, злоупотребление властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в мавзолее Ленина. И люди пишут, блогеры, о том, что экспронт был подготовлен самим Никитой Хрущевым. Но мы не будем читать, что пишут блогеры. Вот эта фраза, она есть, она есть в официальных документах, и это как бы принимается за истину в последней инстанции. А вот сейчас, в связи с новой открывшейся информацией, мне кажется, что это просто троллинг. Не было никакой Доры Абрамовны. Вот что там, все идиоты, что ли, сидели, чтобы вот на глядя на это вот все, что она вчера советовалась, и на основании этого надо вынести тело. Это что, серьезно? Там что, все дураки были? Нам представили наших людей, людей-сталинцев, людей, которые воевали, которые победили, идиотами. Это, скажем так, это в стиле определенных ребят, в черных шляпах с пейсами. Это вот их стиль. Они любят вот так вот, они любят троллить, издеваться. Это четкий их стиль. И они для этого могут и свою тетю какую-нибудь подставить, старенькую женщину, которая уже там выжила из ума. И получается, что на фоне этой Доры Абрамовны, Лазуркиной, которой там 88 лет вроде бы, как бы было, что все остальные такие же идиоты. Я предполагаю, что ничего подобного в реальности не происходило. Это уже фальсификация документов. А то, что Хрущев фальсифицировал документы, говорил Илюхин. Именно с него, он залез в архивы, именно с него началась фальсификация, в том числе по Катынскому делу. Это вообще отдельная тема, Катынское дело. Это Хрущев. Хрущев. Это говорит о том, что он однозначный враг. Он не просто дурак какой-то, он осознанный враг. Он не просто Сталину мстил. Что там мстить? За что ему мстить? Ничего не доказано, кстати, на сегодняшний момент. Расстреливал его сына Сталин, не расстреливал, погиб он в плену, либо он сдался немцам, либо еще что-то. Нет никаких стопроцентных доказательств. Опять-таки, версии идут. И на этих версиях основывается то, что он ему мстил. Да не мстил он, просто осознанный враг, завербованный изначально, издалека. И кем он завербован, сейчас мы посмотрим. Даже не то, что кем он завербован, мы точно назвать фамилии пока сегодня не можем. Но через кого и кто там вместе действовал. Вот из открытых источников, что у нас есть. Хрущев познакомился с Лазарем Кагановичем еще в 1917 году. То есть у нас вот фигурирует здесь Каганович. Далее, смотрите, какая интересная вещь. Хрущев не закончил учебу, но карьера в партии процветала. Вообще у таких карьеристов, которые, он же не самый умный, не блистал там особо, не эрудиция, но карьера у него шла просто как по маслу. Это говорит о том, что он агент, его двигали. Вот кто за всем этим стоял, это разбирать должны специальные органы. И думаю, что они разбирают, а может быть, где-то есть эта информация, просто лежит до поры до времени. Потому что, если даже мы понимаем, что это агентура, и он именно, не просто сам по себе карьерист, а его двигали, ему помогали. Он агент определенных сил. Мое мнение глобалистских, сионистских, глобалистских, обязательно сионистских, и масонских в том числе, потому что вот эти цифры, да и те самые числа, которые он якобы умер от инфаркта, они тоже все, в общем-то, вписываются в эту схему. Они сами себя в этом смысле высвечивают, но они не могут не делать этого, потому что им нужно соблюдать эту кабалу. То есть мы понимаем, что это сионисты, кабалисты, масоны. Значит, у нас Каганович. Далее, Хрущев не имеет образования, но у него там Нина Кухарчук, там интересная тоже жена его вторая. Далее, с Украины, и, скорее всего, она тоже агент, не просто так к нему приставлена. Что тут еще интересно? Еще он был знаком с Надеждой Аллилуевой, и как бы через нее подбирался к Сталину. Все может быть. Вот эта информация, она нам пригодится. Они вместе учились в одной академии. Но вот биограф Уильям Томпсон считает, что Надежда особо не повлияла на его продвижение. А кто знает, кто знает. Надо проверять эту версию в том числе, потому что всем агентам нужно было дорваться до Сталина, до главного человека, который им не подчинялся. Нужно было влиять на него, и, естественно, через жену в том числе должны были лезть и влиять. То есть используются все подходы, все средства. Дети, семья — это в первую очередь обрабатывается. Это, скажем так, ну, само собой разумеющийся. Даже обычный человек это понимает. Итак, Каганович. В прошлых видео я вам говорила, что Микоян там очень сильно светился. Микоян поддерживал Хрущева в докладе культа личности. Жуков, Микоян. Микоян — темная лошадка, его надо проверять. И вот Никсон. Никсон, он везде светится. И с Хрущевым, потом с Брежневым. То есть он был куратором. После смерти Сталина он здесь рулил нашим руководством. То есть они, по всей видимости, уже все были у них на крючке. Так или иначе, возможно, у них были компроматы на них, на всех. Поскольку они их вели, должны были быть компроматы. И, в общем-то, вот уже Америка сюда внедрялась активно. Особенно после вот 57-й год Международного фестиваля молодежи и студентов, о чем я уже говорила. Поэтому даже из открытых источников уже понятны некоторые связи и те, кто занимался сдачей интересов Советского Союза американцам, иностранцам, глобалистам. А наша тема этого видео — это когда был все-таки доклад о культе личности. Официально, официально, это вот иностранная Википедия, сейчас вам с нее читаю, мы ее смотрим. Про Хрущева здесь очень много всего написано. Здесь написано, что в 956-м году на 20-м съезде партии он произнес секретную речь, которую осудил сталинские чистки и положил начало менее репрессивной эре в Советском Союзе. А по дневнику Всеволода Иванова народ об этом узнает только через 4 года, спустя 4 года, 12 апреля 1960 года. В этом же году, в 61-м году, подытоживаем, был вынос тела Сталина из Мавзолея, то есть все в один год, 1960-й. И еще, на мой взгляд, одно неоспоримое подтверждение, то есть третий факт того, что культ личности, так называемый был озвучен народу не в 56-м году, а спустя 4 года, есть еще вот такая небольшая заметка. Из официальных источников отец Хрущева переехал в Юзовку, ныне Донецк, Украина, в 1908 году. Там он жил, Никита, там он якобы на шахте работал, хотя никто не подтвердил, что он работал на шахте. И называлась вот Юзовка, которая была переименована в Сталина в 1924-м году и Донецк в 1961-м году. Вот еще одно подтверждение, это третье уже, что не может быть случайностью, потому что, если бы культ личности, как они рассказывают нам, был развенчание, культа было в 1956-м году, то четыре года еще ждать, пять лет даже ждать, для того, чтобы переименовать Сталина в Донецк, не было никакой необходимости. Они бы это сделали моментально, потому что, получается, пять лет еще у нас Сталина. А его переименовывают только в 1961-м году. Вот у нас получается, что дневник Всеволода Иванова 1960-й год, вынос тела Сталина 1960-й год и переименование Сталина в Донецк в 1961-й год. Вот вам три подтверждения, что они ждали и в это время, значит, готовили кадры, заменяли сталинцев, настоящих преданных, патриотов, настоящих патриотов русской земли и Советскому Союзу, заменяли на своих троцкистов и приверженцев глобалистам и американцам, империалистам, капиталистам, как угодно. Поэтому Жуков там тоже очень вписался неплохо. Но уже между собой у них была своя собственная грызня. Значит, нам остается выяснить в том числе настоящую роль Микояна, ну, Коу Синен там засветился, историки говорили о том, что он двигал Андропова. Андропов у нас агент, уже сейчас напрямую говорится, что Андропов был агент глобалистов сионистской сети, в том числе. Андропов у нас двигал Горбачева и Ельцина. Ельцин, предатель Родины, сегодня тоже, это очевидно, присягнул Америке. Поэтому все, в общем-то, все как по маслу, все становится ясно, все в пазлы складываются. И Хрущев тоже был один из них. То есть вот период Сталина, поэтому они до сих пор ненавидят Сталина, поливают его грязью. Они уже зациклились на этом до смешного. Не говорят ни про кого, кроме как Сталина. То есть он во всем у них виноват, во всех их преступлениях. И дальше, далее надо будет светить, сейчас поднимается тема переноса вины и ответственности о том, как мессионисты проводят свои ритуалы жертвоприношения для того, чтобы свои грехи переписать на другие народы. Это уже есть на хорошем канале «Перехват управления». Я считаю, там замечательная просто работа. Светлана Додоновой. Поэтому здесь надо все это смотреть, каким образом они перенесли на советский народ, какие они ритуалы проводили. Ритуалы они проводили с телом Сталина, по всей видимости, тоже ритуалили этот момент для того, чтобы перенести свои грехи на советский народ. Значит, таких оферт было очень много. Возможно, они проходили через фильмы некоторые. Надо смотреть советские фильмы того периода, там тоже должны быть вкрапления. Это проходит еще через средства массовой информации, когда что-то объявляется и народ молчит и не говорит. Мы же не понимали, как надо говорить отказ этому, что надо делать оглашение. Мы не знали, как работает эта система. Они знали. Поэтому молчание – это знак согласия. Промолчали, съели, значит, следующий шаг, следующий шаг. Сейчас мы знаем, как это работает. Надо обязательно сразу ставить вето, поэтому они бесятся, кстати, на слово вето, без акцепта, без оборота на себя, свой род, своих близких, не принять вот этой оферт, потому что они сначала должны огласить свою оферту. И 56-й год это было оглашение оферты. Изначально они прощупывали почву, и поэтому якобы этот секретный доклад, секретный доклад, который потом погубил все коммунистическое движение в соцлагере, все, что было добыто кровью, большой кровью в Великой Отечественной войне, победой нашего народа, наших детей, все было предано. И перенос ответственности за эти жертвы опять-таки приложили на советские людей, которые получили 90-й год. Получили своего Андропова, своего Горбачева, своего Ельцина. И сегодня, в общем-то, вся эта тема идет. Всех этих предателей, которые до сих пор у руля, предателей народа, врагов народа, фактически, потому что очень многие депутаты, они именно враги народа, они это декларируют. Они оглашают свои аферты, они продолжают действовать все в том же русле. Задача ставить им вето и запрет. Это то, что может сделать каждый человек без всякого риска для себя. Просто не принимаю вашу аферту. Все и все умом, разумом, сознанием, неприятие. Все, не принимаю. Ставлю нет. Не надо дергаться, беситься, злиться. Просто нет. Вето. Без акцепта. Это все потихонечку начинает работать и эти подвижки хоть чуть-чуть маленькие, маленькие, но они тоже как-то вот ощущаются в атмосфере мироздания. Что-то происходит. Поэтому не все потеряно. Но считаю, что я доказала моменты того, что, во-первых, открыла эту неизвестную страницу. Историки должны нам тоже как-то это объяснить. Я думаю, они разберут эту тему. Почему возник 60-й год, а не 56-й по поводу развенчания культа личности. Вот вся настоящая десталинизация начинается с 60-го и 61-го года. Я думаю, что именно тогда начинают сносить все памятники, заменять все имена. Сейчас еще посмотрим, когда Волгоград, Сталинград стал Волгоград. Ну вот, я набрала, и чуда не произошло. Опять-таки 61-й год. Вот вам четвертое доказательство того, что так называемый доклад о культе личности был обнародован населению Советского Союза, народу Советского Союза, советским людям тоже в 61-м году. Вот когда происходила настоящая десталинизация. А все это время под ковром они шуршали и меняли сталинцев на троцкистов, на сионистов. По возможности. Значит, это было НКВД, значит, поэтому расстреляли Абакумова. Это все в одной, все в одной связке идет. Здесь, конечно, печальная роль Берия, потому что, на мой взгляд, он выбрал не ту ставку сделал. Ему надо было спасать Сталина и держаться за Сталина. Мое мнение, что он все-таки его предал. Я могу ошибаться, но вот так складывается тоже из логики событий. Он предал и сам за это поплатился. Его руками убрали Сталина, помогли убрать Сталина. Он это прикрывал, он это знал, безусловно. И потом убирают его, потому что скрипач больше не нужен. А теперь, естественно, возникает еще дальше вопрос, почему же все-таки на 4 года они сдвинули это оглашение. А потому что нужно было подготовить кадры и сюда внедрились американцы вот через Никсона в том числе. Я уже повторялась, но все по датам сходится. Грущев съездил в Женеву, в Швейцарию в 55-м году перед оглашением. Получил задание, ему там все написали, все подсказали, как дальше действовать. И далее Никсон сюда приезжает 25 июля 1959 года. Как раз накануне они все подготовили, они протестировали население. Мы просто не обращали на это внимания. Естественно, многие не родились даже тогда, и я тогда еще не родилась. Мы не знаем, что писали в газетах, что говорили на кухне, в колуарах. Мы не знаем, вот кухонные дебаты были, что они там и как промывали мозги нашему народу, мы не знаем. Но я уверена, что если сейчас бы нам попались те подшивки газет, какие-то статьи, рассказы писателей, что тогда писали, говорили, что говорили по радио, какие передачи, связанные с Хрущевым, вот с этой ситуацией, мы бы многое для себя подчеркнули. И многое бы открыли уже на основе сегодняшних знаний, то, что мы знаем вообще о мире, о сионизме, о каббалистах, о Ветхом Завете и так далее, о всей этой прекрасной команде, которая, в общем-то, ненавидит всё живое, ненавидит всех людей, кроме себя, да и себя они тоже ненавидят. Вот какие-то очень странные, странные у них мозги в этом вопросе. Сплошная ненависть, ненависть и ненависть. И извращение, конечно же. И вот вся эта прекрасная команда, она заползает после Сталина сюда, в нашу страну, или заползает, как гидра, она обнюхивается, осматривается. И сделал это всё тот самый Никита Сергеевич, про которого сегодня ни гу-гу. Ни гу-гу, тишина, тишина на Дрогожской заставы. Вот так эта гидра вползла и стала осваиваться, пожирать потихонечку, ненавязчиво, полегонечку, чтобы не спугнуть, они уже не торопятся. Они варят лягушку медленно. Вот они варят, варят, они устанавливают, внедряют своих, ненавязчиво, потихонечку, потихонечку, чтобы не сорвалось. Ну, и уже после 80-х годов, когда пришёл Горбачёв, перестройка пошла. Поросеем кончится тройка, мишка, Райка, перестройка. В 6 часов поёт петух, 8 пугачёва. Магазин закрыт до 3-х, ключ у Горбачёва. Водку мы теперь не пьём и конфет не кушаем, зубы чистим кирпичом, перестройку слушаем. Перестройка мать родная, хозрасчёт отец родной, не нужна родня такая, лучше буду сиротой. Водка стоит 230, 340 колбаса, а такой от перестройки дыбом встанут волоса. Что ты песни не поёшь Алла Пугачёва, но сухую пусть поёт Райка Горбачёва. Итак, мы быстро нашли информацию и разобрались вот прям по открытым источникам, разобрались, что и как, и почему Всеволод Иванов в своём дневнике написал о том, что разоблачение культа личности Сталина, доклад Хрущёва, они о нём узнали только в 1960 году. И ни про какой 1956 год речи не шло. Хотя в энциклопедии за 1974 год издания написано, что доклад секретный был озвучен в 1956 году. То есть всё у них в этом смысле подтасовано, всё правильно, всё в одном русле. Но факты говорят об обратном. Для чего это было сделано? Для того, чтобы скрыть внедрение американских разведчиков сюда напрямую. Вот тогда это всё они заползли, они стали, я уже не буду повторяться, что они здесь стали делать, и так понятно, и мы пришли к Мишке, Райке, Перестройке. Ну и про Аллу Пугачёву тоже не забыли. Сегодня опять-таки понятно, кому служил проект Аллы Пугачёва на тот момент. Всё ясно. Обидно задержал. Вот единственное, что могу сказать. как мы, как наш народ вот так вот вели, как селко, как баранов просто. И я призываю к тому, чтобы думать, смотреть и не вестись на пропаганду, потому что сейчас не может быть при такой ситуации не может быть никаких настоящих патриотов от власти. Ну, просто их не может быть. Априори. Это могут быть только намёки. А вот какие-то певцы, певунья патриотические это всё ложь. Это всё маскарад. Это ребята всё тех же самых. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на все мои каналы. Жду ваших комментариев. Благодарю за ваши отзывы, за комментарии, за поддержку канала, за ваши донаты. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. До свидания.